В январе 1705 года Пётр I издал указ о том, что все торговые суда должны поднимать бело-синий-красный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. История российского триколора большая и сложная. Пётр I придумал, Александр III напомнил, распад Советского Союза снова вернул. Владимир Путин подписал закон о государственном флаге Российской Федерации. Теперь триколор для россиян – это символ чистоты, веры и доблести. Чистота – это значит, что ваши помыслы должны быть чистые. Вера – это вера наша, очистнув нашего Бога. И доблесть – это красный цвет, цвет, пролитый нашими дедами, нашими предками за нашу страну. Клинцовская молодёжь на один из главных государственных праздников оделась соответствующая – футболки и бейсболки в цветах российского стяга. Для меня День флага – такой же грандиозный праздник, как и День России. Потому что это всё неотъемлемая часть нашей огромной страны. У меня только этот праздник вызывает все только хорошие чувства, так скажем. Я считаю, что если бы таких праздников не было, то, скорее всего, многие не знали даже своей страны толком. А благодаря таким мероприятиям есть чем гордиться. С показательными боями выступили воспитанники Центра специальной подготовки военно-патриотического клуба «Патриот». А участники велофлэшмоба проехали на своих железных конях вокруг стадиона «Труд». Я специально готовился к этому дню. Я мыл велосипед, ухаживал, покупал много деталей. Когда участвовал, немного, конечно, волновался. Такое тоже бывает. Но Россия – страна, и ей надо нашей гордиться. Светлана Драбкова, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков. Клинцы.